Я остановился в гостинице AC Hotels by Marriott, стильное фойе, эта гостиница мне нравится больше всего из этого путешествия гораздо лучше чем Хилтон в Флоренции или Marriott как в Порту Санто Стефано так и в Яриджо Красивый бар, здорово, приятная гостиничка Я наконец-то добрался до Генуи, заселился в свой отель и на крыше отеля вот такой замечательный ресторанчик, просто чудесный вид, открывается напротив там какой-то Палаццо, до моря где-то метров 900 Холмы наверху, вон там трасса по мосту проходит Запахи неописуемые конечно везде в Италии, а температура здесь гораздо приятнее, где-то 29 градусов уже чудесно Город Генуи довольно-таки большой город и расположен в очень холмистой местности Террасовидным образом вверх, вниз, дороги, мосты, переходы, туннели, это все про Генуи Типичные итальянские красоты в этом городе гармонично смешиваются с ритмом большого портового города Временами грязного и шумного, но очень шармантного Вот так за угол заходишь и вдруг раз, такая башенка, колокольня Очень надеюсь, что эта пешеходная дорожка выведет меня именно туда, куда я собрался А собрался я к берегу моря, который должен находиться согласно навигации всего в 900 метрах Я нахожусь в нескольких километрах от центра Генуи, там очень красиво Там очень много исторических классных зданий, там я несколько раз бывал Но вот, интересно тоже посмотреть на простые райончики, как живут люди Какая у них среда обитания Интересно Все вполне типично для обычного итальянского городка Спокойного, хорошего района Много зелени, много цветов Много машин Узкие улочки И много итальянской суеты Ну вот здесь тоже милый домик Приятный райончик, недалеко от моря Вот такие закуточки Жизнь кипит у всех, свои терраски Слышны голоса, запахи еды Закони, бряцания, посуды Жизнь кипит Машины припаркованы Везде где можно и нельзя Вот это вообще парковочное место Замечательное Дверь и заборчик А этот стоит здесь как-то Ну прям не очень комфортно Я бы сказал Вот интересный штрих В Гене все переплетено друг с другом Мы уже совсем недалеко от моря Здесь проходит железная дорога Рельсы Там где-то машины Уходят куда-то в туннель А в нем скоростной Дверь А здесь прям рядом Стоит красивая историческая Генуэвская И если приезжает машина То пешеходу лучше спрятаться Потому что зеркала Даже приходится Приезжать для того Чтобы можно было встроиться И прямо на мосту Над железной дорогой Сейчас будет производиться Маневр Припарковывания Интересно Как она впишется? Какой миллиметраж? Какой миллиметраж? Вот это да! Какой-то круто! Спускаюсь дальше к морю Уже, наверное, совсем-совсем близко Слышно, как кричат чайки Ну вот и последние метры Перед выходом К берегу моря Прямо за берега проходит Довольно-таки оживленная улица И так, действительно Здесь прямо я вышел К берегу моря Отсюда открывается Замечательный вид А кто-то вон Наслаждается этим видом Сладуной байдарочки Несмотря на близость Огромного порта Одного из самых больших в Европе Водичка, на удивление Прозрачная и чистая Люди занимаются спортом Тут же едут машины Итальянцы не сильно переживают Поэтому как раз в этом месте Дорогу вдоль моря Делают крутой поворот За счет этого Сейчас нам откроется чудесный вид На центр города И на пункт Здесь рядом Небольшая такая бухта Небольшой городской пляж Кто-то плывет на стендап В доске А здесь на Тайрасе Молодежь играет в футбол Ой, как же мяч не улетает в море Оцепкается дальше По улочке Поболтал очень классно С молодыми футболистами Жалко, что я не снял это на видео Очень-очень-очень Занимательная беседа Удовольствие отдыха На таком городском пляже Мне кажется Довольно-таки сомнительным Но Я смотрю горожане Другого мнения Их вполне здесь все устраивает И над ними гордо Реет Плаг Италии Здорово окунуться В настоящую атмосферу Такую не туристическую А в настоящую Именно Как живут люди А живут они шумно Суетливо Но в то же время Наслаждаются Всем, что у них есть Италии 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 Это центр города Отсюда Километра Четыре Может пять Я сейчас туда не пойду Я обещаю вам Что я схожу еще Покажу вам Исторический центр города Но подъедай Уже отсюда Давайте еще не будем Очень интересное место Монументу Те Милле Памятник Тысячи С этого места Тысяча Гарибальди Отправлялась На юг Италии Бороться За национальное Единство Именно Об этом В этом смысл Этого памятника Гарибальди И национальное Единство Италии Прямо Чуть ниже Памятника Снова Небольшой Импровизированный Пляжик Террасы Горожане Явно С удовольствием Спускаются К морю В своем Городе Чудесный Вид на закат На очередной Залих И на плаш Вдоль берега Моря Расположено Множество Вилл Богатых Генуэзских Купцов Которые Прославили Этот город Далеко За его Пределами А вот Еще одна Стелла Посвященная Горибальде И его Тысяче Горибальд А я гуляю Спокойно Себе Навстречу Закату Я так понимаю На этой полуразрушенной террасе Итальянцы Итальянцы Мудрались Установить Платную Парковку Причем Исключительно Только для Компактных Автомобилей Потому что Нормальной машине Здесь Стать Наверное Невозможно Каждый Каждый раз Удивляюсь И сюда Они умудрились Сунуть Очередной Небольшой Пляжик Шезлонги Вход в воду Вот это Да Вот Такие Урбанистические Насаждения Тут же Напротив Чья-то Вила Вот Закрывается Вес Время Даже Не устаю Удивляться Итальянской Креативности В плане Нахождения Места Для парковки Вот как-то Так Между Кактусами На террасе Причем Припаркован Не один Роллер А несколько Но кучку бы и нет В то же время Это оказывается Вход Именно В тот ресторан Пиццерию Которую я видел Обращаюсь обратно К своей гостинице Она где-то там В пяти минутах Ходьбы По Корсу Европа А вот В ту сторону Открываются Виды На город Чтобы вы понимали На каких холмах Расположен Расположен Генуэр И вот это Конечно Типично Для Генуэр Мосты Туннели Эстакады Вверх Вниз Лево Право Очень динамичный Неподражаемый Уникальный город А если вот сюда Направо Свернуть То можно попасть В дом Музей Гарибальди Какие-то невероятные дворики Улочки Закоулочки Неужели вот по этой улице Можно куда-то пройти Похоже, что да Пойдем посмотрим Очень только надеюсь Что эта улочка Не уведет меня в сторону От моей гостиницы Обратно куда-нибудь К морю Я уже устал Хочу Скорее Применять уже душ И готовиться К ужину Народное творчество Ох нет Это похоже Какая-то Школа Наверное Но мы идем дальше По этой Таинственной тропе И в итоге Она выводит нас Жилой квартальчик Рядом Гостиница На финишной Прямой Прямой Вот где-то там Внизу Я только что Стоял Но я думаю Этот эпизод Очень хорошо Передает Уникальный характер И необычность Этого города Все Я дошел На этом Прощаюсь Сейчас я Приму душ А потом Заберусь На крышу Гостиницы Где С террасы Открывается Замечательный вид На город И буду Наслаждаться Своим Уживанием До встречи Гостиница И теперь Наслаживаемся Ужином И видом Хумус С типичным Лигурийским Хлебом Утиная Грудка С мангольдом Всем Хорошего Вечера